Приветствую вас, и одно я могу сказать совершенно точно, это то, что вы правильно понимаете ситуацию, в которой вы оказались. То есть, вы понимаете её правильно, в том плане, что это не называется так, как назвали вы, это не называется так, как назвали вы, безусловно. Но это определённое свидетельствует о том, что вы себя недооцениваете. Это определённое свидетельствует о том, что несмотря на то, что вы социально, профессионально и индивидуально, ну, индивидуально, с изрядной долей оговорки, можно сказать, являетесь состоявшейся личностью, то в том, что касается вашего гендерного поведения, вот с этим есть серьёзные проблемы. А какие именно проблемы? Конечно, сказать сложно, ну, потому что вы не написали о себе информации. Той, которая, собственно говоря, нужна для оценки и анализа именно данного аспекта. То есть, вы пишите о том, что вы этого мужчину выбрали, зная о его, скажем так, особенностях, да, о его, скажем так, индивидуальных предпочтениях и так далее. Вот. Вы на всё это согласились и весь вопрос заключается только в том, на самом деле, почему вы на это согласились? Для чего вы на это согласились? Вот это, пожалуй, действительно важный момент. То, чем вы занимаетесь, это не является тем, что вы назвали, ну, я не буду повторять это слово, да, не является, нет. Я думаю, что вы сознательно к этому и шли. В психологии есть такое понятие, как сценарий, и вот здесь, в данном случае, ваш сценарий проявил себя во всей красе. Что это за сценарий? Сказать, ну, на самом деле нельзя, нужно изучать. Нужно изучать вашу семью, нужно изучать ваши детско-родительские отношения, ваши постановки, всё это нужно изучать, тогда можно будет что-то сказать. Но пока что, определённо можно сказать, что вы стремитесь к тому, чтобы не быть счастливой с мужчиной. И вот здесь момент, либо вы боитесь отношений вообще, в принципе, как таковых, либо вы боитесь детей, ну, то есть, боитесь того, что они у вас будут боитесь от матери, вы боитесь взять ответственность на себя. Либо вы не считаете себя достойной. Понимаете? То есть, смотрите, мужчина, он не изменится. Это так. Мужчина вас использует. Это тоже так. Мужчина чувствует себя в безопасности, ну, потому что знает, что вы никуда от него не денетесь. Это тоже так. Но вы сами для себя как-то объясняете то, что вы делаете, вы сами для себя как-то знаете, почему вы выбираете именно такого мужчину и именно такой путь, именно такой вектор развития отношений. Я уверен, что объясняете, и вот с этими нужно работать. Гадать здесь, на самом деле, можно очень долго. Подумайте, Марина, чего вы хотите? Вот. Подумайте, чего вы хотите? Вот у вас крик души, да? Крик души – это неудовлетворенность. Ну, вообще, это неудовлетворенность. И подумайте, в чем вы неудовлетворены? Что вам хочется? Что вам нужно? И по какой причине у вас этого нет? То есть, позвольте вот этому чувству, которое у вас есть, крику души, так сказать, да? Позвольте ему овладеть вами. Дальше. Позвольте этому крику души захватить вас. Позвольте всему этому произойти. Потому что я так полагаю, что какое-то чувство вы себе подавляете. Собственно, именно подавлением. И можно объяснить тот факт, что вы, значит, оказались в этой ситуации. Вопрос в том, еще раз повторю, вопрос в том, что именно вы себе подавляете. Вот это очень важный момент. Обесценивать то, что вы делаете, обесценивать то, чем вы занимаетесь, я считаю, тоже неправильно. Неправильно, братья, обесценивать, говорить, что вот, это полная фигня, то, что я делаю. Свой выбор, свой выбор также нужно уважать. Но я бы рекомендовал вам для начала пройтись по всей этой истории, которую вы описали с рефлексией. То есть я бы рекомендовал вам именно на рефлексивном уровне, на уровне рефлексии, как бы прожить еще раз то, что вы описали здесь. Ну, например, 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 вы пишете, что пять лет назад сменили свое место деятельства из-за любимого мужчины. Не из-за него. Вы это сделали для себя. Вопрос в том, какова субъективная сторона. Переехал в маленький провинциальный город, оставил всех друзей перспективную работу. Значит, вам настолько сильно важен был мужчина. Вопрос. Не преувеличивали ли вы его важность для себя? Не жертвовали ли вы с собой в этот момент? А если жертвовали, то ради чего? Дальше. Вышли за него замуж заранее, зная, что у него проблемы с зачатием детей в отношениях 9 лет. Опять же, какое у вас отношение к детям? К чего вы хотите? Опять, хотите вы детей, не хотите вы детей? В результате я нашла себе достойную и интересную работу, имею прекрасную внешность. Дети у нас так и не получились. Как вы к этому относитесь? Его родители помогли нам приобрести дом, частью денежных средств. Но его мама оформила дом на себя. Опять же, как вы к этому относитесь? Потому что помогли приобрести дом и частью денежных средств. После чего всячески пытались нас развести мертвых. Никто развести не пытался, проблемы были у вас. Никто не может развести никого, если между супругами нет проблем. Так как считают, что он должен жениться на женщины с ребенком, они могут считать что угодно, а важно то, что считают ваш мужчином. Дальше. Он имеет престижную работу, не пьет, в изменах замечено не было. Подсвечения обстоятельств. А это вообще вы к чему? Подсвечения обстоятельств. А неприятности у моих родственников мы официально развелись на время. Вот тут конечно вообще непонятно, что это за неприятности у ваших родственников такие, что вы развелись на время и как вообще развод может повлиять на неприятности ваших родственников и как сами родственники вообще позволили вам разместись из-за их неприятностей. Хотя это вообще отдельная история. Но в любом случае это жертва. Знаете, неприятности могут быть у всех, но жертвовать своим браком это уже совсем другая история. Другое дело, если вы подсознательно искали повод для того, чтобы развиваться, это уже совсем другое дело. И вот сейчас вы не скрываете мне говорить, что в этом доме я не буду хозяйкой, так он принадлежит его маме, я не могу ездить на его машине, так как когда не моя, регистрировать брак нет смысла, так как мы и так живем вместе. А вы бы вышли за него замуж? Людиной доли зарабатывающих средств. Драдить на реконструкцию дома и налаживание быта заработанным. Новые денежные средства достойные. Я смотрю, у вас прям вот это вот достойное, да, это, надо сказать, и вы имеете определенный пунктик на этот счет. В плане того, что, может быть, вы боитесь быть недостойной? Если вы боитесь быть недостойной, если вы не сомневаетесь в чем-то, что касается достойного, то вот, в принципе, это могло бы послужить ниточкой к тому, как вы оказались в этой ситуации. И вот я без детей, без прописки, без официального брака. Это ваш выбор. Это все, Марина, ваш выбор. Вы к этому пришли. По мнению моего мужа, я должна жить так, как мне предложено, потому что у меня нет своего отдельного жилья. Ну, здесь я бы сказал, что мужчина обознает конкуренции с вашей страны, боится, что вы будете его лучше, боится, что вы будете ему всем, боится, что вы превзойдете, боится, что вы превзойдете его. Вот. И ведет себя он с вами, как с конкурентом, я бы сказал. Дальше, значит, так. Так, ну, здесь всяческое принижение. Вообще, может не брать трубку. А вы ему звоните, Марина? Зачем? Какую цель? Часто повышает голос, если ему тут чем-то некомфортно, хлопает часто дверью, например. Тут, на самом деле, есть небольшое противоречие, так-то смысл я понял, но противоречие есть, что ему некомфортно, тем, что он хлопает часто дверью. Я смотрю на все это и делаю вывод. Я красивый, умный, имеющийся прекрасную, высокоплачиваемую работу с характером, идущим на компромиссы, незамуженную без детей, по его вине нет, не по его вине. Нет, нет, Марина. Нет. Вот, вы обвиняете всех, да, обвиняете мужа, его маму и так далее, но на самом деле это все ваш выбор. Вы знали, что у него детей не может быть? Вы знали, и все равно вычлете у него замуж. Так чья это вина? Чья ответ? Его? Ну, его вина была бы, если бы он вам соврал, сказал бы, что... Я вот вылечусь, да, вот у меня дети будут, я вот вылечусь. Это да. А так? Так, это не его вина. Значит, скорее всего, занимаюсь цыгнёй, извините, закиньте крик души, и тратя время на этого человека. Ну, в принципе, да. В принципе, да. Боя в том, что вам нужно срочно менять что-то в своей жизни, менять ключевые вообще ориентиры, в принципе, о ваших экзистенциальных установках, то есть, ну, жизненных представлений, вот. Что в 39 лет сделать не так уж и просто, но можно, если есть желание. А иначе вы, может быть, уйдёте от этого мужчины, но заниматься с ним не прекратите. Есть у меня ощущение, что вы в какой-то степени любовно зависимы от этого человека, вот. А значит, не свободны, а значит, у вас есть какие-то желания, опять же, которые не удовлетворены. В целом, никакой эмоциональной наполненности, никакого чувственного аспекта здесь я не увидел. И мне представляется, на первый взгляд, именно эта проблема. То есть, никакой чувственной составляющей психологического аспекта нет здесь. Почему решать вам? Почему можно посмотреть? Вот, в принципе, то, что можно вам ответить на ваш запрос. Непонятно, Марина, за что спасибо, ибо, если вы ищите подтверждение того, что вы написали, то это очень удобная позиция, то есть, либо вы ищете действительное подтверждение, либо вы ищете, наоборот, опровержение, но сами решения, скорее всего, вы уже приняли. Вопрос не в этом. Понимаете? Фигня – это оценочное суждение. Как и достойная работа, и достойная внешность, и достойная мужчина, и достойная полноценная семья. Все это оценочное суждение. Весь вопрос в том, какова критерия вашей оценки. Весь вопрос в том, чего вы хотите для себя. И как вы этого добиваете? Где вы свободны в своем выборе, а где нет? Вот, это точно нужно изучать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!